Продолжение следует... 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 лучшее что то я дамир ожидал получить ответ советский союз но есть тех что он известен нет первом месте оказывается не советский союз скандинавские страны а на втором месте на втором месте советский союз но который говорит то и другое цифрически не знает ничего не про то и про другое поэтому важно что что за идея за этим стоит за этим конечно стоит социал демократической и и мы видим что с одной стороны еще раз лена права в том смысле что социальное государство получил свою порцию критики не факт что она может сегодня быть остановлю с другой стороны ситуация в которой мы все сегодня оказались мир в нее скатывался начиная там с 80-х годов мы скатывались с примерно из того же самого времени но по другим причинам ситуация формирует запрос на на социальные государства напоминаю что в прошлый раз когда призрак начал проник по европе коммунизма в европе не случилось а вот социальное государство случилось поэтому сегодня призрак снова начал ходить туда-сюда по всему земному шару на этот раз можем ожидать чего-то другого чего другого на самом деле самый интересный вопрос сегодня здесь я хотел бы вбросить один текст который там отчасти отвечает на те вопросы которые уже успели поставить коллеги ведь социальное государство социальное государство много на самом деле корней понятно что в русском варианте который реализовал бисмарк она в значительной степени росло из идеи полицейского государства в полицайштаб в котором ключевым принципом была забота о каждом отдельном человеке рабочие не бунтовали так поэтому давайте и страховку болезни я не думаю что в первую очередь тут думать что право рабочие не бунтовали чуть более поздняя проблема а для этого типа управления было важно держать ситуацию под контролем со всех точек зрения за значение было страшно что он помещает придут рабочие которые начнут не кидаться мне кажется после революции сорок восьмого года полицейское государство появляется существенно раньше а вот бисмарк который начнет перехватывать идеи там интернационального движения в том что он конечно думает об этом в том числе но был ведь и это действительно такое большое государство которое следить за каждым который начинает о каждом заботиться и в общем фактически принципы привилегий которые имела юмперство в пруссии они начали распространяться на все население параллельно с этим возникает другой тип социальных государств возникает ряд возникает швейцарии и бассейны совершенно другой идеи это плод швейцарской республиканской традиции которые предполагают что реальным ответственным за человека должно быть не государство которое находится где-то там да и которые в пусть и никогда не было никому под контролем естественно ответственность это является его сообщество которому принадлежит город кантон село и тогда и идея о том что если человек где-то родился то общего и должен быть брошен своими близкими это простая к человеческой людей которые всем легко и понятно просто в том как и реализовывать и реализовывать ее сегодня через государство да возможно не только не эффективно но и опасно но что на нее сегодня и запрос нам нужно думать о том каким образом нам не бросать людей которые находятся рядом с нами в беде тем образом нам отвечать друг за друга и помогать друг другу таким образом это инвестирует принцип основе это супер своевременный вопрос